Один из книг-нижих видеоблогеров, которого я очень уважаю, расчехвозит после начала эту книгу. И мне стало так интересно, какое мнение будет у меня. Всем привет, я Даша. Надеюсь, вы помните такую русскую народную сказку, называется «Финист ясный сокол». В ней добрая молодость, который был способен оборачиваться птицей, влюбился, взаимно влюбился в одну прекрасную девушку, влетал к ней через форточку в окно, чтобы пообщаться. И все было чудесно, пока завистливые, ревнивые ее сестры не устроили ему ловушку, в результате чего он поранился и улетел. А девушка, которую звали Марья, отправилась на его поиски. Эта сказка занимает буквально пять страничек. Я специально нашла у себя сборник обстающих славянских сказок, нашла ее и ознакомилась. Кстати, если вы решитесь делать так же, делайте это после прочтения книги, будет меньше спойлер. Так вот, и вот эти вот пять страничек Андрей Рубанов, автор книги «Финистерасный сокол» и «Сказка», и книга называется «Одинаково». Пожалуйста, не путайтесь с сказкой, который фильм советский, там другое. Андрей Рубанов смог эту книгу создать более масштабно, гораздо чем пять страничек. И эта книга является интерпретацией сказки. Она подается так, что те мужчины, которые постучали Марью на ее пути в поисках возлюбленного, как-то ей помогали или не помогали, они рассказывают, как это все было. Это самые разные люди, самого разного возраста, с разными характерами. И книга просто потрясающая. Дело в том, что там интерпретация не только этой сказки про Финиста, но узнаются очень легко и другие славянские сказания. Я очень надеюсь, что те, кто почитает эту книгу, заинтересуются славянской культурой, славянским фольклором, вообще землославянским, уповая на это и дешусь себя надеждой. Мне очень понравилось, стиль легкий, оторваться невозможно. Но в этой книге, как и в любой другой, наблюдается слабые места. Например, в Марью влюблены, ну просто уповаясь все мужики, которых она встречает. Ну все. Не, ну я все понимаю, уповаясь женщина с потрясающей харизмой, с потрясающей красотой. Вот она идет по улице, и просто все мужики штабелями, штабелями, штабелями. Но не в такой же степени. Тут, мне кажется, Рванов немножечко перестарался с этим. Или вот еще, ну может быть, здесь яд пулатая. Дело в том, что каждый мужчина, когда он рассказывает, он словно обращается к судьям. Но, и как бы даже есть одна теория, что он рассказывает для того, ну человеку, который записывает книгу обо всех этих событиях. Но дело в том, что у этих мужчин, от лиц которых идет повествование, слишком большой разброс во времени. Один, когда участвовал в этом, был совсем молод, а когда он рассказывает, ему уже больше ста лет. Другой, когда рассказывает в самом расцвете силы, что называется. То есть не со стаканом во времени, получается, это не может быть какой-то один суд или один собиратель информации об этих событиях. И не ясно, что за суд, с чаще всего собран, хотя там намекается, но тем не менее. Какая судьба постигла рассказчика после суда. То есть вот здесь как-то я не совсем поняла. Может, здесь не автор видовато, а читатель, ну то есть я. Вот, ну как-то так. Сколько в книге «Мудрости» я задолбала свои книги. Я их посчитала. Их 23. Это очень прилично. Я даже не помню, когда в последний раз так много выписывала из книги. Вот именно, что была одна книга. Ни много книжей, ни трилогии, ни педагогии, там ни сериал целый книжный. А вот именно одна книжка, и такая уж и большая, там 600, по-моему, всего лишь. Повторюсь, читается очень легко, но она очень интересна и завораживающая. Вообще, на самом деле, я бы до этой книги добралась бы очень-очень нескоро, потому что есть другие книги, которые меня сильно очень интересуют. Произложена бы типа ссылка с лабиринтой, и так далее, и тому подобное. Я видела очень много положительных отзывов от других книжных видеоблогеров. Они меня заинтересовали. Я скачала себе эту книгу в читалку, дабы она так бы ждала своего часа. Может быть, год, может быть, два, не знаю. Но один из книжных видеоблогеров, которого я очень уважаю, расчехвось, и после начала стоит эту книгу, критично к ней отнесся. И мне стало так интересно. Думаю, ну вот, как бы, интересно, какое мнение будет у меня. Тем более, это славянская фэнтези, которую я люблю и уважаю. Особенно серию книг Волкодава Семеновой. Думаю, хм, до посылочки книжные новые я вроде как успеваю. И, думаю, ну, надо вознакомиться. Ведь действительно стало так интересно, как я отнесусь к этой книге, учитывая, что мой авторитет негативно к ней отнесся. Повлияет ли как-то это на моё мнение, к какому выводу или в результате приду. И, в уководстве вот этими всеми мыслями, я и начала её читать. Как мы видим, я осталась в освещении от книги. И это, конечно, не так сильно, как мой обожаемый Волкодав. В моих глазах именно. Ну, мы же знаем, сколько людей, сколько и мнений. Но достаточно, вы знаете, близко, близко, да, близко. Мне понравилось. Так что я рекомендую эту книгу по чтению. Она мне полюбилась. И они примерно полюбят её и в бумажном варианте тоже. На этом всё. Пока-пока. До скорых встреч.